Грибы. Брат созвали Иван, а сестрицу косичка. Мамка была у них, сердито, посадит на лавку и велит молчать. Сидеть скучно, мухи кусаются, или косичка щепнет, и пошла возня. А мамка рубашонку задернет, да шлеп. В лес бы уйти, там хоть на голове ходи, никто слова не скажет. Подумали об этом Иван да косичка. Да в темный лес и удрали. Бегают, на деревья лазают, кувыркаются в траве. Никогда визга такого в лесу не было слышно. К полудню ребятишки угомонились, устали, захотели есть. Поесть бы, захныкала косичка. Иван начал живот чесать. Догадываться. Мы гриб найдем и съедим, сказал Иван. Пойдем, не хнычь. Нашли они под дубом боровика. И только сорвать его нацелились, косичка зашептала. А может, грибу больно, если его сие есть? Иван стал думать и спрашивает. Боровик, а боровик, тебе больно, если тебя есть? Отвечает боровик хрипучим голосом. Больно. Пошли Иван да косичка под березу, где рос под березовик. И спрашивает у него, а тебе под березовик? Если тебя есть больно, ужасно больно, отвечает под березовик. Спросили Иван да косичка под осиной. Под сосной белого, на лугу рыжика, груздя сухого, да груздя мокрого, синявку-малявку, опенку тощую, лисичку и сыроежку. Больно, больно, пищали грибы, а грусть мокрый даже губами зашлепал. Что вы ко мне приштали, ну ваш, к лешему. Ну, говорит Иван, у меня живот подвело. А косичка дала реву. Вдруг из-под прелых листьев вылезает красный гриб. Словно мукой сладкой обсыпан, плотный, красивый. Ахнули Иван да косичка. Миленький гриб, можно тебя съесть? Можно, детки, можно? С удовольствием! Приятным голосом отвечает им красный гриб. Так сам в рот и лезет. Присели над ним Иван да косичка. И только разинули рты. Вдруг, откуда ни возьмись, налетают грибы. Боровик и подберезовик, подосиновик и белый. Опенка тощая, синявка-малявка, мокрый грусть, да грусть сухой. Лисички, сыроежки, и давай красного гриба колотить, колошматить. Ах ты, яд, мухомор! Чтобы тебе лопнуть, ребятишек травить удумал. С мухомора только мука летит. Посмеяться я хотел, вопит мухомор. Мы тебе посмеемся, кричат грибы. И так навалились, что осталось от мухомора мокрое место. Лопнул. И где мокро осталось, там даже трава завяла с мухоморьего яда. Ну, теперь, ребятишки, раскройте рты по-настоящему, сказали грибы. И все грибы до единого к Ивану, до косички, один за другим, скок в рот и проглотились. Наелись до отвала Иван, до косичка. И тут же заснули. А к вечеру прибежал заяц и повел ребятишек домой. Увидала мамка Ивана до косичку, обрадовалась. Всего по одному шлепку отпустила. Да и то любя. А заяцу дала капустный лист. Ешь, барабанщик.